Привет, это Сережа Васильев, я решил записать короткое видео про то, какие фильмы можно посмотреть про путешествия, пока вот мы все сидим и заперти дома. Первый фильм называется «В диких условиях». Это история про молодого парня из обеспеченной семьи, которому родители всегда пытались навязать свои материальные ценности. В итоге парень заканчивает школу и отправляет все свои деньги на благотворительность, уничтожает документы, чтобы его не смогли отследить и уезжает в путешествие дикарем на Аляску. Очень интересный фильм как про путешествия, так и про взаимоотношения детей с родителями. Так же, как по мне, достаточно красиво снят. Второй фильм – это «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Это комедийная драма с Беном Стиллером, написанная Беном Стиллером. Скажу сразу, что к этому человеку, к актеру, отношусь я очень хладнокровно и вообще был в шоке, что он в этой картине так неплох. Создан фильм по мотивам рассказа, по-моему, Джеймса Турнера 1939 года. Фильм про преодоление своих страхов на пути к мечте. Этот фильм про большинство из нас, а именно про человека, погрязшего в офисной рутине, но в душе мечтающего о чем-то совершенно другом. Немного перебор с везением, как по мне, для главного героя, но неплохо, это же фантастика. Весь мир выглядит просто очень красиво, за что огромный респект работе оператора и людям, подбиравшим такие контрастные локации. И, конечно же, к колористам. Третий фильм – это «Евротур». Фильм моего детства. Просто пушка. Два друга дебила и их друзья-близнецы, как уже ясно из названия, отправляются в путешествие по Европе. Это очень угарная молодежная комедия с пошлым юмором и незабываемыми приключениями. Если вы хотите почувствовать себя студентом в колледже, чья жизнь наполнена приключениями и неожиданностью, то можете ставить на закачку прямо сейчас, а потом продолжать смотреть это видео. Четвертый фильм называется «Попутчик» или по-английски «Фитчер». Это старый фильм, но очень атмосферный. Он отлично подойдет для любителей боевиков и экшена. В нем рассказывается история одного парня, который перегонял машину из одного штата в другой и решил взять попутчика, чтобы не скучать в дороге. В итоге это оказался самый худший автостопчик, которого только можно было представить. Пятый фильм – это «Впритык». Наверное, вы про него слышали. Роберт Дауни-младший и толстячок из «Мальчишника в Вегасе» – это очень интересное сочетание актеров. Легкая комедия с легким юмором о том, как двое людей боли судьбы должны ехать через всю страну. Один без документов, а другой просто кретин, который постоянно отмачивает какое-то говно. Постоянные конфликты двух героев не дают расслабиться и держат внимание до самого-самого конца. Шестой фильм, по-моему, просто пушка. Че Гевара. Называется он «Че Гевара. Дневники мотоциклиста». Очень душевный фильм про еще наивного романтичного врача Че Гевару и его друга, которые отправляются без денег путешествовать по Южной Америке. Хм, без денег. Прям как я почти. В ходе своего путешествия молодой Че Гевара видит, как люди страдают из-за отсутствия единства стран Южной Америки и загорается этой идеей. Сюжет в целом предсказуем, поэтому не бойтесь за спойлеры, но само путешествие захватывает дух. Смотрится очень быстро и непринужденно. Мне прям понравился. Седьмой фильм – это «Поезд на Тарджилинг. Отчаянные путешественники». Надеюсь, правильно вы говорите. Три брата, которые отправляются в путешествие по Индии с целью помириться и стать друзьями. Сталкиваются с проблемой, что они просто три кретина, которые думают только о чувстве собственной важности. Естественно, из-за этого путешествие выходит из-под контроля. Примечательно тут как игра актеров, так и Индия, которая просто настолько офигенная, что можно наслаждаться и наслаждаться. И восьмое – это «Искусство путешествовать». Фильм про молодого парня, который только закончил учебу и расставшись со своей невестой прямо у алтаря отправляется ближайшим рейсом в страну, про которую вообще ничего не слышал. И путешествие захватывает его просто с головой. Интересно посмотреть на то, как парень путешествует и познает себя вдали от родины и близких, годами идя свою новую дорогу. Путешествие проходит как через нищие страны, так и через суперджунгли, поэтому это просто выживание какое-то. Вот такой вот список фильмов получился. Я закреплю вот здесь вот. Можешь заскриншотить его, и когда у тебя будет время, то можешь смотреть их по очереди. Напиши в комментарии, какие фильмы нравятся тебе, чтобы я мог тоже что-то посмотреть. И если ты вдруг посмотришь вот все вот эти фильмы, то рекомендую посмотреть мои видеоролики про путешествия на канале. Также я внизу прикреплю ссылку на плейлист, в котором выложены все ролики именно про путешествия. В принципе, все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Субтитры сделал DimaTorzok